В Минюсте предложили обязать родителей содержать детей студентов. Краевой Минздрав проверяет информацию о массовом отравлении в санатории Орленок в Ускачке. О самом важном и интересном готовы рассказать и мы. Здравствуйте! Это новости Верхникамья в студии Анастасия Лакман. И вот о чем мы расскажем сегодня. День Святого Валентина без воды. В районах улиц Мира Юбилейная планируется масштабное отключение. Губернатор на связи. Ремонт Чусовского моста, реконструкция Строгановской водчины и очередь на жилье для усальчан. Вот какие темы затронул Максим Решетников в своей прямой трансляции. И сияй звезда. Как отметила свой 80-летний юбилей основатель детского театра «Росинка» Эмма Казакова. Два десятка домов, школа и четыре детских сада завтра вечером останутся без холодной воды. Так что уже пора наполнять ведра и тазики. Неудобства временно придется потерпеть жителям домов по улицам Юбилейная и Мира в районе Рябинового сквера и Северного. Полный список вы сейчас видите на экране. Напомним, воды не будет в четырех садиках и одиннадцатой школе. Отключат воду в седьмом часу вечера. В пятницу утром будет организован подвоз. Его график также на экране. Виной засухи в кранах стала прохудившаяся труба в районе 64-го дома на улице Мира. Работы будут вестись по устранению скрытой течи. Течь не поверхностная, то есть сейчас вода утекает в грунт. В Березняковской водоснабжающей компании также напоминают. После окончания работ три дня воду желательно пить только кипяченую. А жительница дома номер 24 на Ленина без воды живет уже почти месяц. О страданиях женщины-инвалида мы рассказывали в предыдущих выпусках, но ВОЗ и ныне там. Управляющая компания бездействует. Почему проблема не решается, выяснял Сергей Коленик. Вот я вот так вот иду. Тихонечко, еле-еле. Не иначе как издевательством это не назовешь. Аж середина января Татьяна Староженко, инвалид второй группы, вынуждена таскать тяжелые ведра с водой от соседки. Где-то в одной из соседних квартир начался потоп. Там никто не живет на первом этаже. На втором этаже кто-то живет, но по-моему квартира пустая. Затапливает грант. Там видимо у них аппаратура какая-то стоит что ли. Вот из-за этого. Татьяна Староженко уверяет, воду перекрыли из-за центра подготовки охранников, который находится на первом этаже. Якобы их затопило. Вот выяснить кто не получается. Под подозрением шесть квартир. Но ни в одной из них не открывают. У меня нет воды из-за того, что перекрывают грант. Грант кто-то топит. Они искали все стояки, нигде не могли найти. Причину не могут. Видимо где-то, значит какая-то квартира, видимо. Там ведь она же половина не живет. Вот как это сейчас быть-то? Как быть управляющей компанией, знают адвокаты. Коммунальщики обязаны вскрыть двери в квартире, откуда начался потоп. В случае аварийной ситуации это разрешено законом. Пункт 2. Составить акт осмотра помещения и остановить течь. Однако на практике управляющие компании не идут на такой риск, не вскрывают жилые помещения. Поэтому я рекомендую все-таки пострадавшим квартирам самим находить собственников и уже предпринимать какие-то меры. Тем временем отчаявшиеся Татьяне Староженко посоветовали еще один выход. Обратиться в Роспотребнадзор и сообщить о бездействии управляющей компанией. А мы еще вернемся к этой теме. Сергей Коленик, Степан Никрасов. Новости Верхниками. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Пешеходный переход в районе Рябинового сквера убрали и поставили ограждение. Но горожане по привычке все равно перебегают там улицу. И сугробы не помеха, и забор перемахнут. Пешеходный переход убрали по требованию администрации. Чиновники объяснили свое решение тем, что на этом месте постоянно сбивали людей. Теперь горожанам придется идти до ближайшей зебры на перекрестке улиц Мира и Юбилейная. Дорожные полицейские решили дежурить в этом месте и наказывать рублем рисковых пешеходов. Люди по привычке продолжают проходить в том месте, где раньше был пешеходный переход. В данный момент на таких пешеходов, которые переходят дорогу в неустановленном месте, грозит штраф в размере 500 рублей. Первый в России – это о губернаторе нашего региона, который раньше всех остальных взял в привычку каждый месяц общаться с тысячами людей в Инстаграм. Накануне Максим Решетников вновь запустил прямую трансляцию и ответил на десятки вопросов. Самые интересные моменты эфира в нашем следующем сюжете. Так, вопрос из прямого эфира. Как бы с Чусовским мостом будет ли летом коллапс? Значит, по Чусовскому мосту, там и вчера тоже такой вопрос, значит, поступал. Что происходит? Ну, первое. Мост был построен в 96-м году. Вот она, пожалуй, одна из самых волнующих в последнее время тем. В январе движение по Чусовскому мосту ограничили на долгих два года. А это, как всем известно, чревато постоянными пробками. Однако Максим Геннадьевич успокоил своих подписчиков. До лета особых изменений они не почувствуют. Но после все же придется начать работы по укреплению моста. Там выявлено несколько мест, где потенциально возможен, ну, по сути, провал асфальта. И на стыке сделать такие временные конструкции, как в этом году, вот зимой мы делали, да, значит, из-за чего были пробки. Значит, режим работы моста сейчас конкретный график Минтранс прорабатывает, но, значит, задачу, которую мы им поставили, я им поставил, значит, чтобы весь ремонт шел в будни, условно, там, с понедельника по максимум, там, обед-пятница. Еще одна проблема, которую озвучил Максим Решетников – повышение платы за проезд в городах региона. В Кунгуре, например, и без того большую цену 25 рублей захотели повысить до 30. Губернатор негодование жителей разделил и заверил, что никаких перемен не ожидается. А еще рассказал о возможном переходе всех городов Пермского края к системе «один билет». Когда на всей территории действует единый билет, а перевозчики получают деньги за то, что автобус просто ходит вовремя и по расписанию. Соответственно, у людей появляется возможность пересадок с автобуса на автобус, значит, там появляется определенная гибкость, иное тарифное, иное билетное меню тем, кто, соответственно, больше пользуется общественным транспортом. Сразу несколько семей обратились к Максиму Геннадьевичу с вопросом про очередь на жилье в Уссоле, ведь вместе с территориями объединили и списки людей. И люди, которые вот-вот должны были получить свои метры, неожиданно оказались в конце списка за березняковскими семьями. Ни в коем случае не должно быть, что вот уссольцы, которые стояли в очереди, теперь воспринимаются как вновь поставленные, и им там условно в конце очереди их, значит, отодвигают. Такого быть не должно, значит, я попрошу главу Березняков обратить на это отдельное внимание. По-прежнему уссольчан волнует судьба исторического комплекса в старом городе. Максим Решетников заявил, что планирует сделать из этого места жемчужину Пермского края. В этом году туда проведут все коммуникации и отремонтируют дорогу. И напоследок вопрос, который губернатору наверняка задал молодой и амбициозный человек. Как попасть на работу в администрацию губернаторов правительства Пермского края? Максим Геннадьевич посоветовал молодежи как можно чаще участвовать в таких конкурсах, как «Лидеры России» или «Молодежный резерв Прикамья». И заверил, что многие их победители уже построили хорошую карьеру на госслужбе. Сергей Каленик, Анастасия Лакман, Новости Верхниками. А в соседнем Соликамске медалью священномученика епископа Феофана наградили тех, кто внес свой вклад в духовную жизнь нашего края. Эта награда была учреждена в 2018 году в год столетия со дня смерти епископа. Рубрика новости коротко и сюжет наших коллег из телекомпании «Соликамск ТВ». Как высшая оценка за вклад меценатов, волонтеров, священнослужителей, церковных служителей в Соликамской епархии учреждена памятная медаль. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла она была учреждена в память епископа Соликамского Феофана. И на днях в кафедральном граде архиепископ Соликамский Чусовской Зосима провел первое награждение. Медалью надлежит отмечать заслуги земляков перед церковью, народом, перед прошлым и будущим Пермской земли. И таких людей в Соликамской епархии довольно много. На торжественной церемонии было вручено 80 медалей. Это своеобразный этап первых пяти лет существования епархии. Соликамская епархия это почти полмиллиона человек. В 11 муниципальных районах Пермского края. В пределах епархии 56 храмов и церквей, 50 клириков, 4 игумена, 3 матушки-игумени. А на церемонии в ДК завода Урал в числе меценатов и благотворителей отметили руководители крупных предприятий региона. В ответном слове от имени награжденных глава Березняков Сергей Дьяков отметил, что только состояние духовного единства и целеустремленности помогают решать самые сложные задачи. Был у нас храм один, но, к сожалению, он попал в нехорошую ситуацию, когда случились в городе процессы седания. И горожане решили, что надо строить храм. Встали в малочасовни, затем небольшой деревянный храм на территории больницы. Но благодаря настойчивым березняковцам епархии все-таки вышли на то, чтобы строить хороший, большой, свободный храм. Сейчас в Березняках завершается масштабное строительство храма святителя Николая, и за этой работой следят все жители епархии. Медаль священно-мученика Феофана – это небольшой, но глубоко символичный знак, выражающий признательность правящего архиерея архиепископа Зосимы за помощь единомышленников. В Пермском крае ожидается потепление и обильные снегопады. Но каждая погода – благодать, особенно если на вас качественная теплая одежда. Следующий сюжет о том, где купить стильное пальто или куртку. Весна для да – самое благоприятное время, чтобы наконец-то снять зимнюю одежду, надеть красивые и яркие пальто и куртки. А чтобы чувствовать себя на высоте, необходимо правильно их подобрать. На выставке-продаже «Пермская ярмарка» точно знают, как правильно подобрать верхнюю одежду так, чтобы она была модная, красивая и отлично сидела на любой фигуре. Ведь не секрет, что когда вокруг все распускается и светет, каждая женщина хочет выглядеть стильно и женственно. На «Пермской ярмарке» вы без проблем сможете найти подходящий размер, цвет или фасон. Будете чувствовать себя уютно и комфортно в пальто из драпа или из качественных плащевых тканей. Ощутите легкость в удобных куртках. Подберете модель на пуговицах или на молнии. Ну и, конечно, дополните свой образ с красивыми шарфами и головными уборами. Ну а если хочется все и сразу, то можно оформить как рассрочку, так и кредит. Нужен только паспорт. Приходите и сами во всем убедитесь. 14 и 15 февраля с 10 до 18.00, ТК имени Ленина, город Березники. Летающий лыжник снова принимал гостей. На этот раз комплекс трамплинов собрал почти сотни участников со всего Пермского края. Там прошло первенство по лыжному двоеборью. О взлетах и падениях в репортаже Елены Силаковой. Самого высокого трамплина с 60 метров прыгает Гордей Ермилов. Гордость нашего города. Он два раза брал золото на российских соревнованиях. Однако этот прыжок оценивает не на отлично. Совершенство нет предела. Оцениваю я не очень хорошо, конечно, свои прыжки сегодняшние. С чем связано, как думаешь? Со снегопадом и из-за погодных условий. Погода Гордею не помешала. В этом первенстве по лыжному двоеборью он завоевал золото. Но снегопады все-таки повлияли на ход соревнований. Вместо трех попыток организаторы оставили всего две. В таких условиях мягкая посадка была не всегда. Гостям соревнований здесь понравилось. Петр Болдин недавно вернулся из Норвегии. Говорит, наши трамплины ничуть не уступают зарубежным. Да, и лыжная трасса здесь до того, это все удобно. Четыре трамплина в крае работают. Мы приехали в декабре месяце, отпрыгались. Рождественское турне здесь провели. Вся Россия отпрыгалась. В Березняки приехала и команда из Кудымка Раюра Механошин прыгнул на 33 метра. Он занимается прыжками уже пять лет. Я сначала с маленького прыгать. Там уже с горы, уже там чуть-чуть боялся. Потом меня отправили на двадцатку, я там уже еще и отправили на сорок, я этого не боялся. На первенство приехало 80 спортсменов со всего края. После прыжков ребятам предстояло еще пробежать кросс на лыжах. Сегодня мы проводим традиционные соревнования. Это Пермь сверх края по прыжкам на лыжи с трамплина и лыжному двоеборю. Приехал весь Пермский край. Это Пермь, Кудымкар, Чайковские две команды, Пермский район, Ильинский, Добрянка. По итогам двух этапов березняковские спортсмены показали блестящие результаты. Помимо первого места у Гордея, наши лыжники заняли вторые и третьи призовые места. И теперь у них впереди полеты на всероссийских соревнованиях. Елена Силакова, Станислав Атаманов, Новости, Верхнекамье. До конца карантина в Верхнекамье остались считанные дни. А значит, самое время задуматься об укреплении иммунитета. И в этом деле лучшего помощника, чем мед, днем с огнем не сыщешь. В нашем следующем сюжете мы собрали для вас несколько рекомендаций, чтобы вы сэкономили не только время, но и деньги. Здесь, похоже, и правда медом намазано. В дни эпидемии за душистым сладким лекарем и прилавка выстраиваются очереди. Но далеко не все знают, что правильный выбор сорта уже половина успеха. При простудных заболеваниях уже, если непосредственно заболели, то лучше всего употреблять мед либо в, либо в мед с прополисом. Так как они обладают высоким действием своим. А чтобы предотвратить уже не касается болезни, то лучше всего брать мед малиново-кипрейный или мед вятский, так как это является разнотравием. И если для взрослых выбор меда достаточно большой, то вот детям до трех лет можно кушать отнюдь не каждый сорт. Идеально для малышей подходит акациевый мед. Он гипоаллергенен и отлично укрепляет иммунитет. Мы употребляем постоянно. У меня двое детей. Младшей дочке пол чайной ложечки с водичкой. Старшему просто как взрослому ложечку в день. С сортами разобрались. Теперь поговорим о выгоде. Ведь для многих важно не просто купить сладкое лекарство, а сделать это с максимальной экономией. На выставке в ДК «Металлург» действует акция. При покупке одного килограмма меда вы либо получаете второй со скидкой 50%, либо забираете баночку цветочного бесплатно. Меня больше заинтересовало это, что уже можно взять больше по объему, но за ту же цену. Поэтому вот приобретаем здесь у меня и друзья, и подруги тоже здесь берут. Вкусный мед. Понравился, попробовала. Ну и последняя рекомендация. Покупайте мед только в проверенных местах. Компания «Мед Сандалов» на рынке уже 27 лет. Ее пчелки собирают нектар на Кировских полях и в горах Кавказа. Но поторопитесь. Выставка гостит у нас всего несколько дней. С 12 до 16 февраля в ДК «Металлург». В Соликамске прилавок мед «Сандалов» разместится в ДК завода «Урал» 14 числа. В Кизил выставка приедет 15 февраля. А на следующий день медом порадуют и жителей Александровска. Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. В Березняках продолжается краевой этап конкурса «Учитель года». Участники уже представили свои самопрезентации и сейчас делятся опытом на мастер-классах. На одном из них побывала Елена Силакова. Не знаю, поплакить, поплакить, да на месте покружись. А теперь не зимай, что сложилось, узнай. Для простого обывателя странная картина, когда взрослые водят хороводы в детском саду. Но на самом деле в испытаниях конкурса «Учитель года» в номинации «Педагог дополнительного образования» роли детей играют сами участники. А проводит мастер-класс учитель-логопед Любовь Скиоветти. Вместо теории не скучные игры. Взрослые дети ненадолго становятся буквами и вместе собирают слоги. Учатся, отличают твердые звуки от мягких, слова показывают в пантомимах. Моя методика заключается в том, чтобы формировать у дошкольников предпосылки грамотности средствами музыкальных и театрализованных игр. Детям всегда это очень интересно. Они так эмоционально реагируют, включаются в деятельность, чувствуют себя частицей единого целого, помогают друг другу. В составе жюри руководители образовательных учреждений, победители и призеры предыдущих конкурсов «Учитель года». А также представители управления образованием. Самое главное – это, конечно же, любовь к детям и отношение конкурсантов к своим воспитанникам. И что они в них воспитывают. Самостоятельность, инициативность. Ну, вот это вот главное качество, которое мы ждем, что конкурсанты раскроют. В Любовь Скиовете еще 20 участников проходит городской этап конкурса «Учитель года. Лучших» определяют в трех номинациях. Педагог дошкольного образования, дополнительного образования и педагогический дебют. К сожалению, в этом году нет номинации «Учитель». По словам организаторов, на конкурс заявился лишь один педагог-предметник. А результаты состязания огласят 28 февраля в Дворце детского и юношеского творчества. Победители и призеры будут представлять наш город на краевом этапе конкурса. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости в Верхней Камье. И уже который день поздравления с юбилеем принимает незаменимый для города человек. Заслуженный работник культуры, которая подарила городу детский театр и зажгла в Березняках сотни ярких звездочек. Эмме Казаковой исполнилось 80 лет. В честь юбилея Дворец Ленина три дня собирал полные залы. Но сегодня не о творческом вечере. Об удивительном человеке смотрите сюжет Веры Андреевой. Урал, Урал, твои просторы Именно эту песню на весь двор когда-то запевала под знойным солнцем Ташкента маленькая девочка Эмма. Восемь лет умеет доить коров и мечтает стать агрономом или ветеринаром. Она до сих пор помнит картофельные поля и трактор Сталинец, которым управляла как заправский тракторист. И сложно представить, что если бы она не открыла другую дверь, не взяла бы однажды карту в руки, не ткнула пальчиком в атлас и в 45 лет не пустилась в самоавантюрное приключение в своей жизни, в город Березняки. И я приехала на Урал только потому, что я когда-то пела песни про Урал и любила березы. Вот и все. Подумать только, сколько лет эта сцена слышит заливистый смех и топот детских ножек. Благодаря ей, Эмме Казаковой, это она подарила березняковским детям сказку. Основала первый в городе детский музыкальный театр «Росинка». А ведь поначалу в 1986-м шла устраиваться на работу во дворец Ленина, страшно волнуюсь и переживая. «Так, а что вы умеете делать?» А мне же надо что-то говорить. Я говорю, знаете, я хочу основать музыкальный детский театр. Вот так, ну, мне все отрело. Да? Открывает ящик, достает оттуда клавир мухи, цикотухи. Так вот, знаете, творите. А я эту, я беру этот клавир, ну, я не подаю, видя, что я вообще не Ани Бо, не Кокоренко. А сама всю дорогу до дома думаю, а что я буду делать вообще? И я сказала, нет, я начну. Будь что будет, я начну. Вы меня слышите? Да. Перед выходом на финал посмотрите в зеркало себе, на причесочку, на бантики. Бантики, ребят, если хоть кто-то выйдет в небрежный, я вас побью потом. Они хихикают за спиной и обожают ее еще больше. За пять минут до концерта Эмма Казакова собирает своих самых маленьких. И поправляем банты на блузочках, дает напутственные слова. Главное – это зритель. Но у всех артистов сегодня другая миссия. Эмме Казаковой 80 лет. Нужно сделать все, чтобы учитель улыбался. Она воспитала не один десяток слез. И каждый родитель благодарен ей до слез. Узнаете, это тот самый звездный мальчишка Паша Ефремов, о котором в 2001 гудели все березняки. Воспитанник Эммы Казаковой выступил на Первом канале в передаче «Утренняя звезда». Вы моя премодонна! Сегодня ведущий артист театра «Бенефис» готов целовать свои примадонне руки за то, что не позволила сломаться в трудные времена и подарила волшебное детство. Она вторая мама моя. Она меня много спасала, много раз, когда меня избили до полусмерти. Она первая была у реанимации, и мэру сказал, что нельзя выключать искусственное питание от этого человека, потому что он звездный мальчик нашего города. Потом, когда меня не стало, мама тоже всегда была рядышком. Быть рядышком, осчастливить сотни детей, заразить их театром и музыкой. Эмма Казакова уверена, абсолютно в каждом, даже самым застенчивом ребенке можно достать такой талант, что потом ему будут рукоплескать залы. Прямо как в сказке. 30 лет и 3 года она руководила детским музыкальным театром. Сколько ярких премьер, написанных Эммой Казаковой, сколько громких побед было. Сегодня на сцене и в зрительном зале те самые «Росиночки», которые когда-то покорили Латвию, Швейцарию и Германию. Я просто благодарна жизни, что встретила такого человека очень счастливо. Она много дала. Это становление личности моего, это благодаря ей. Очень рада. Долгих ей лет еще жизни. Надеемся, что мы действительно встретимся на юбилее 90-100 лет. Будем приезжать всегда из любой точки мира. Главное, чтобы поздравить Эмму Андреевну. Сегодня без воспитанников Эммы Казаковой не обходится ни одно важное городское мероприятие. Театр живет под ее крылом. Но сама неугомонная Эмма Андреевна продолжает вершить свои грандиозные планы. Год назад она создала детскую вокальную студию «Квинта Плюс». И почти пять лет полные залы собирает вокальная эстрадная группа «Вдохновение». Кстати, один из ее учеников, доктор Кравченко, пришел к Эмме Андреевне вовсе не петь, а в буквальном смысле за спасением. Разрабатывать легкие после серьезной операции. Ой, вообще классно. Особенно первая встреча, когда была. Когда я там выкладывался, мне казалось, что я так пою шикарно, что все, вообще класс. И она говорила, ой, переужасно. Люблю, обожаю этого человека. И мы говорим, что она профессионал. Раз. А потому что она любит детей. Два. И потому что она необыкновенная личность. Необыкновенная. Ну и какой же день рождения без сюрпризов. Эмма Казакова была потрясена, когда услышала, что специально для нее написана песня. Каждое слово, которое отражало благодарность тех, к чьим душам прикоснулась несравненная Эмма Казакова, в ком открыла таланты и без устали много лет вкладывала свои знания и душевную доброту. Песня. Вера Андреева, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья. Вы смотрели главные новости Верхнекамья. Напоминаю, что теперь мы выходим и на канале ТНТ-4. С вами была Анастасия Лакман. Всего доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова